Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить с вами о Грузии. Мы с вами узнаем особенности физико-географического положения, социально-экономические основы ведения хозяйства, природный промышленный потенциал и, конечно, поговорим о проблемах, которые затронули территорию Республики Грузия. Грузия пережила немало потрясений. Обладая сложными физико-географическими территориальными особенностями, Грузия имеет низкий уровень экономического развития, а также использование аграрного и промышленного комплексов. Рассмотрим физико-географические особенности. Грузия – государство в центральной и западной части Закавказья. До 1991 года республика, как Грузинская ССР, входила в состав СССР. Граничит с Российской Федерацией, Азербайджаном, Армении и Турцией. Общая площадь – 69 700 квадратных километров. Грузия расположена в Азии и в Закавказье, также частично относится к Восточной Европе. В связи с этим Грузия является трансконтинентальным государством. Природа Грузии чрезвычайно разнообразна, благодаря ее географическому положению, сложному рельефу и высотной зональности. Кавказский регион, в котором расположена Грузия, относится к подвижному альпийскому поясу земной коры, что обуславливает ее контрастный рельеф и разнообразные ландшафты. Кроме того, Грузия находится на стыке влажного Средиземноморья, аридной бесточной орало-каспийской впадины и континентальных переднеазиатских нагорий, что также обуславливает многообразие ее природных условий. Высшие точки – гора Шхара и Казбек. В водораздельной части Центрального Кавказа находятся известные перевалы Крестовый и Мамисонский. Кавказ относится к молодым складчатым системам. Отмечается высокая сейсмичность территории, поэтому здесь частое землетрясение. Для высокогорной части Кавказа характерны ледники. На юге страны выделяются среднегорные хребты Малого Кавказа, Калхидская низменность, Иверийская впадина, Южно-Грузинская вулканическая Нагорье. Высшая точка Нагорье – гора Диди-Абули. Гранитный хребет, соединяющий Большой и Малый Кавказ, является водоразделом между бассейнами Черного и Каспийского морей. Грузинское побережье Черного моря отличается слабоизрезанностью. Описывая плавную дугу, берег лишен значительных заливов и полуостровов. В небольших бухтах находятся порты Батуми и Поти. Основные полезные ископаемые это марганцевые руды, каменный уголь, небольшие запасы нефти. Одно из основных природных богатств – многочисленные минеральные и термальные источники, на базе которых создано до 50 курортов. Наиболее популярными являются Боржоми и Цхалтубо. Речная сеть развита неравномерно. Реки Грузии принадлежат двум бассейнам – Черноморскому и Каспийскому. Почти весь ток Каспийского бассейна выносится рекой Кура, на которой расположено Мингичаурское водохранилище. Реки Черноморского бассейна не образуют единой системы, впадая в море самостоятельно. Главное из них – Риони, протекающие на нижнем отрезке по колхидской низменности. Значительно также река Ингури. Питание рек главным образом ледниковое. Озер в Грузии немного. Самое большое – озеро Паравани. На многих горных реках сооружены каскады ГЭС, построены водохранилища. Климат переходный от субтропического к умеренному. Запад Грузии находится под влиянием субтропического климата, а восток – под влиянием средиземноморского. Большой Кавказский хребет служит барьером для холодных северных ветров. Вдоль побережья Черного моря и в районе колхидской низменности доминирует субтропический климат с высокой влажностью и обильными осадками. Грузия – унитарная, государство с парламентской формой правления. Исполнительная власть сосредоточена в руках президента. 16 декабря 2018 года в качестве президента Грузии стала Соломе Зурабишвили. Законодательная власть страны представлена однополатным парламентом Грузии, которая, согласно Конституции Грузии, ограничена законодательной властью парламентов автономных республик Абхазии и Аджарии. Судебная система трехуровневая. Нижний уровень – городские и районные суды, средние – апелляционные суды, наивысший уровень – Верховный суд Грузии, который расположен в городе Тбилиси. Ранее я упоминала, что на территории Грузии происходили события, которые повлияли на развитие независимого государства. После распада СССР и преобразования Грузинской ССР в современную Грузию в результате ряда вооруженных конфликтов в период с 1991-1993 годов образовалось два неподконтрольных Тбилисскому правительству непризнанных государства – Абхазия и Южная Осетия, претендовавших на территорию бывшей Абхазской ССР и Юго-Осетинской автономной области. Грузия получила международное правовое признание большинства стран мира в 1992 году. Абхазия и Южная Осетия долгое время оставались непризнанными. После вооруженного конфликта 2008 года между Грузией и Южной Осетией Россия и еще несколько стран признали Абхазию и Южную Осетию в качестве суверенных независимых государств. В ноябре 2003 года произошла революция РОС. Основной мотив революции – фальсификация парламентских выборов. Были и другие объективные причины недовольства населения. В ходе революции действующий президент Эдуард Шеварднадзе сложил свои полномочия и руководство страной перешло к оппозиционерам по главе с Михаилом Саакашвили. В современном административном отношении территория Грузии де-юре включает две автономные республики – Абхазию и Аджарию и 10 краев. Де-факто самостоятельные республики – Абхазия, Аджария и Южная Осетия. Столица Тбилиси, крупнейшие города – Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти, Сухуми, Схинвали. Официальный язык – грузинский. Согласно переписи населения численность составляет 3 миллиона 713 тысяч 804 жителя. За пределами Грузии проживает более 1,6 миллионов грузин. Национальные группы – грузины, азербайджанцы, армяне и другие национальности. Население исповедует православие – более 83%, мусульмане составляют более 10%, приверженцы армянской апостольской церкви – около 3%. Грузия остается единственной страной Кавказа, где ВВП остается значительно ниже, чем в советский период. Большинство промышленных предприятий Грузии либо простаивают, либо загружены частично. Основной рост промышленности в последние годы обеспечивается за счет пищевой промышленности, добычи металлических руд, а также производства металлических и неметаллических изделий. Официальной валютой на территории Грузии является лари. К ведущим отраслям промышленности относятся пищевая, легкая, машиностроение, черная и цветная металлургия, а также широко распространена химическая. Основные сельскохозяйственные культуры – виноград, зерновые, сахарная свекла, подсолнечник и картофель. Но грузинские аграрии способны произвести не более трети объема хлеба, потребляемого в Грузии, вследствием чего является необходимость значительного импорта зерновых в страну. Большая часть сельскохозяйственной продукции в Грузии производится на приусадебных участках и фермерских хозяйствах. Большинство аграрных хозяйств небольшие, полагаются они в основном на ручной труд. Продуктивность сельского хозяйства в Грузии крайне низка. Пригодные для сельского хозяйства площади составляют лишь 16% от общей площади страны. Пригодно для эффективного сельхозоборота площадь земель сокращается вследствие хронической нехватки удобрений, падения культуры обработки земли и прочих причин. В железнодорожных перевозках преобладают перевозки нефтепродуктов. Крупнейшие морские порты Грузии занимаются перевалкой нефти и нефтепродуктов. Через Грузии проводят магистральные линии нефти и газопроводов. Развита сеть автомобильных дорог, осуществляются авиаперевозки. Гидроэлектростанции вырабатывают свыше 80% электроэнергии. Крупнейшими электростанциями являются Тбилисская ГЭС, Варцизский Каскад, состоящий из четырех ГЭС и Намахвани. В настоящее время энергетический сектор Грузии полностью приватизирован. Единственное исключение составляет Ингурская ГЭС, которая эксплуатируется совместно с Абхазией. Внешняя торговля характеризуется отрицательным торговым балансом. Импорт в несколько раз превышает экспорт. Последние годы для экономики и населения Грузии большое значение имеет туристическая отрасль. Богатый растительный и животный мир, неповторимая историческая архитектура, курортные зоны привлекают туристов всего мира. Субтитры создавал DimaTorzok